А в Алдане, в Великой дате 2 сентября, был посвящен торжественный митинг, а также состоялось открытие мемориала орудий. Продолжит Татьяна Вахнина. Когда отцы и старшие братья ушли на передовую, пацаны остались в деревне за мужиков. Работали в колхозе. Спустя два года я сам отправился на фронт. 9 мая война не закончилась. Наши войска перебросили в Маньчжурию. О детстве и юности вспоминал житель Алдана, ветеран войны Алексей Коломенцев. В качестве почетного гостя Алексей Федотович был приглашен на митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны. К празднованию окончания Второй мировой войны было приурочено торжественное открытие мемориала орудий. Четыре пушки установлены по правую руку от обелиска. Создание мемориала инициировала городская администрация. Ранее гаубицы принадлежали одной из воинских частей Екатеринбурга. С доставкой в Алдан помогло руководство компании «Железные дороги Якутии». Мы направим отчет в Министерство обороны, будем просить танк, «Катюшу», чтобы она у нас стояла, действительно, всего. И с того года приступим к реконструкции зоны отдыха верхней части сквера. Ну и думаю, что это будет любимым местом дорогих алданцев. 27 миллионов человек. Этой цифрой исчисляются потери Советского Союза во Второй мировой войне. Огненным дыханием смерти война опалила каждый дом. Как огромная трагедия когда-то сплотила народ, так сегодня память о страшных годах связывает воедино современников. Какое-то событие значимое для нашей страны. И хотя погода и немножко подвела, но чувствуется, что народ подходит, собирается, и это не забудется. Годовщина победы над фашизмом является одной из величайших дат, сотканная из благодарности старшим поколением и гордости за советский народ, пронизанная болью и слезами, она и сегодня источает запах пороха. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.